Доброе утро! Рада вас приветствовать в эфире утреннего канала. На календаре 14 июля. В народе летние кузьминки. В этот день было принято собирать ягоды, малину и крыжовник, потом варить из них варенье, делать компоты. Считалось, что малиновое варенье, сваренное в этот день, получается особенно вкусным, так что занятия на вечер у нас с вами есть. Давайте распланируем утро и начнем с просмотра нашего выпуска. А мы сегодня посмотрим, каким был первый русский автомобиль. Сердцем автомобиля был одноцилиндровый четырехтактный двигатель, расположенный в задней части кузова и развивающий мощность до двух лошадиных сил. Познакомимся поближе с Тресогузской. Живут птицы небольшими стайками. Когда появляются на новой территории, шумно и звонко об этом сигнализируют. Выясним, что необычного происходит в мире. Вместе с супругом Хизер даже обратились в полицию, но наказать преступника по всей строгости закона не получилось. Послушаем еще одну историю о Великой Отечественной войне из уст ветерана. На фронт Михаил Васильевич ушел 17-летним мальчишкой, подправив дату рождения в документах. Был ли у него выбор? Да, наверное, нет. Украсим еще несколько тортов, добавим маршмеллоу, получится очаровательный монстр. Удивимся возможностям зонтика от дождя. Ну а начнем с небольшого мозгового штурма. Впереди рубрика «Словарь». Как правильно написать слово на показ? Слитно или раздельно? Ответ на вопрос словаря узнаем уже совсем скоро. А пока я напоминаю, что мы по-прежнему ждем от вас красивых, ярких, удивительных, милых фотографий. Любых, которые поднимут всем настроение с утра. А мы их обязательно покажем в одноименной рубрике. Очередное фото уже в эфире. Ромашками полюбовались, пришла очередь пионов. Кажется, аромат их разносится прямо с экрана телевизора. Только бы голова не закружилась. Ровно 124 года назад, 14 июля 1896 года, посетители Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде увидели первый русский автомобиль. Каким он был, кто его сконструировал, предлагаю узнать из рубрики «Вещь». Давненько не было ее у нас в эфире. Так что все, внимание на экран. Отцами русского автомобиля были Евгений Яковлев и Петр Фрезе. Первый владел небольшим заводиком по производству керосиновых и газовых двигателей. Второй создал собственную экипажную фабрику Фрезе и компания. В 1893 году они вместе побывали на всемирной выставке в Чикаго, где был представлен один из первых в мире автомобилей серийного производства немецкий «Бенц» модели «Вело». Машина эта произвела на Яковлева и Фрезе такое впечатление, что они решили создать подобный автомобиль и в России. Спустя всего три года, 14 июля 1896 года, на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде первый русский автомобиль уже совершал демонстрационные поездки. Сердцем автомобиля был одноцилиндровый четырехтактный двигатель, расположенный в задней части кузова и развивающий мощность до двух лошадиных сил. Такой небольшой мотор позволял автомобилю разгоняться до 20 км в час. Зажигание смеси было электрическим. Машина имела двухместный кузов, два тормоза и весила около 300 кг. Принимал первый русский автомобиль сам император Николай II, однако особого внимания разработке он не уделил. Производители самостоятельно продвигали свое детище на рынке. Спустя год после выставки в Нижнем Новгороде в Российской империи даже стартовали продажи машины Фрэза Яковлева. Правда, сколько именно экземпляров было выпущено и продано, неизвестно. Есть данные, что цена русского авто начиналась с отметки в полторы тысячи рублей, что наполовину дешевле стоимости немецкого Бенца и примерно в 30 раз дороже обычной лошади. Также нет информации о том, что именно произошло с первым представленным на выставке образцом. Возможно, он был уничтожен самими изобретателями. По сохранившимся фотографиям, в 1996 году, к вековому юбилею автомобиля, была создана его точная копия. Одну из отреставрированных копий машины можно увидеть в экспозиции Московского политехнического музея. А сейчас я передаю слово нашему щитоводу. Сегодня Ирина Тарасова расскажет о трясогуске. Почему-то у меня эта птичка ассоциируется с детством. Наверное, малышам интересно наблюдать за тем, как она трясет своим хвостиком. Поэтому трясогуску знают все мальчишки и девчонки. Но я уверена, что щитовод нас сейчас удивит какими-то новыми фактами. Так что давайте скорее смотреть. Здравствуйте! Кто не знает трясогуску? Маленькую птичку, которая вечно трясет своим хвостом. За что ее прозвали трясогуской. Она относится к семейству трясогусковых и отряду воробьинообразных. Это семейство не так уж велико, но его знают практически на всем земном шаре, потому что не живут трясогуски только на Тихоокеанских островах и в Антарктиде. Всего в семействе насчитывается около 60 разновидностей птиц, которые распределяются по 5-6 родам. Предки этих юрких птах появились на земле в миоценовую эпоху от 26 до 7 миллионов лет тому назад. В это время на планете произошло сокращение лесных массивов. Появилось больше открытых пространств с кустарниками и травами. Их-то и стали обживать трясогуски. Птички-невелички, длина тела от 12 до 22 сантиметров и массой не более 30 граммов. Питаются изящные красотки насекомыми, бабочками, пауками, гусеницами и прочей мелочью. Трясогуски – настоящее спасение для домашнего скота. Они храбро усаживаются на спину коровам и быкам и ловят кровососущих насекомых. Живут птицы небольшими стайками. Когда появляются на новой территории, шумно и звонко об этом сигнализируют. Если на их писк отзывается так называемый хозяин земельного надела, трясогуски улетают. Война не их метод. А вот если кто-то угрожает их гнездам, тогда они громким дружным криком прогоняют незваного гостя, преследуя его, пока он не уберется в освояси. Кстати, о гнездах. Свадебный сезон у трясогусок начинается весной. В этот период наряд кавалеров становится более броским, насыщенным и ярким. Ему же нужно привлечь партнершу. Но одним великолепным видом ее не проймешь. Приходится кланяться, плясать в присядку, распускать хвост веером и производить массу других эффектных телодвижений. Когда же пара образуется, супруги строят гнездо в виде конуса недалеко от воды. Обнаружить их убежище можно в самых непредсказуемых местах. В дуплах, небольших земляных ямках, скалистых расщелинных, под кровли домов. Самка откладывает от 4 до 8 яиц. И уже через пару недель из них вылупляются птенцы. Все это время отец кормит самочку и охраняет гнездо. А после появления потомства оба родителя отправляются на поиски пропитания. Интересно, что яичную скорлупу они относят подальше от места гнездования, чтобы не привлекать хищников. Через две недели малыши подрастают и готовятся к своим первым полетам. Но полностью самостоятельными они становятся только осенью, перед путешествием в теплые края. А родители за одно лето успевают сделать пару кладок. В естественной среде трясогуски живут около 10 лет. В неволе чуть дольше. Но держать их в клетке, по-моему, не стоит. Гораздо интереснее наблюдать за этими проворными пернатами на улицах нашего города. Сегодня в нашем городе ожидается переменная облачность. Возможен дождь. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем 27-34 градуса. Ночью 20 градусов выше нуля. Скоро стартует конкурс телерадиокомпании «Заречный». Выпускники 2020 теперь в новом формате. Участвуй, побеждай и выигрывай ценные подарки от спонсоров. Следи за рекламой в эфире телеканала «За ТВ» и на сайте городзек.инфо. Лови момент выгодных предложений в караване. Яйцо. Первый сорт. Одна штука. 3,90. Сосиски российские. Дым-дымыч. 139,90. Персики. 99,90. Акция действует с 14 по 16 июля 2020 года. Цены указаны в рублях. Количество товара по акции ограничено. Лови момент в караване. Жилой комплекс «Грин Парк». Это европейское качество по российской цели. Звони. Подробности по телефону 231-001. Технология «Росатома» на страже безопасности. На Дальнем Востоке приступили к строительству атомного ледокола «Россия». На 90% готовы брызгальные бассейны первого энергоблока «Курская АЭС-2». Смотрите в среду в 20.00. Медицинский центр «Губернский доктор» предлагает своим пациентам диагностику всех органов и систем организма на УЗИ-аппарате премиум-класса с функцией эластографии. Точный диагноз. Быстрый результат. «Губернский доктор» с заботой о вашем здоровье. Телефон для записи 60 88 99. «Губернский доктор» Доброе утро, в эфире «Бредовые новости» и вот о чем я вам расскажу сегодня. Отпечаток лапы на месте преступления. Самое незабываемое предложение руки и сердца. Слаженная работа. Теперь об этом более подробно. ТИБИ-ШЕЛЬ! В какой-то момент жительница Луизианы Хизер Барди начала находить на своем крыльце чужую бесхозную одежду. Чаще всего носки и нижнее белье. Женщина думала, что в районе орудует грабитель, который, покидая в спешке место преступления, то и дело теряет, а может и намеренно выбрасывает в непредставляющие для него ценности вещи. Вместе с супругом Хизер даже обратились в полицию. Но наказать преступника по всей строгости закона не получилось. Оказалось, что к странным происшествиям приложил лапу их код по кличке «Адмирал Галактикэт». Мохнатого вора зафиксировала камера видеонаблюдения. Теперь Хизер знает, откуда на ее крыльце вещи и как их вернуть владельцам. Женщина уже дала объявление в интернете и предложила жителям округи опознать потерянную собственность и прийти за ней. ТИБИ-ШЕЛЬ! Житель Айдаха решил сделать красивое и незабываемое предложение руки и сердца своей девушке на фоне прекрасного водопада. И затея ему удалась. Этот день невеста точно никогда не забудет. Встав на одно колено, романтик протянул даме сердца коробочку с кольцом. Но, потеряв равновесие, в один миг выронил ее из рук и та улетела с обрыва. Однако расстройство невесты было напрасным. Просто ее будущий муж оказался большим шутником. Выждав драматическую паузу, он достал еще один футляр с украшением для любимой и на сей раз в нем было настоящее обручальное кольцо. И уж оно-то заняло свое законное место на пальце невесты. ТИБИ-ШЕЛЬ! А следующие наши герои – пауки-синокосцы. Живет эта парочка во Флориде, на кухне Карла Веласкес. Приковали к себе внимание женщины, они благодаря невероятно слаженной работе. Паучки и деловито заматывали пойманную жертву в паутину. Карла призналась, что никогда раньше ничего подобного не видела и вообще не знала, что эти насекомые способны так действовать в команде. Поэтому, забыв о еде, она и взялась за камеру и сняла эту парочку на видео. И это все бредовости на сегодня. Следующую подборку ждите уже завтра, а прямо сейчас в эфире нашей программы «Гороскоп». Овен. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность. Лучше попробуйте найти ей применение. Телец. Вы будете весьма удачливы сегодня и с легкостью обернете в свою пользу любую ситуацию. Близнецы. Не стоит пытаться сделать все самому. Лучше уступить в паре вопросов, но заручиться чьей-то помощью. Рак. Поддавшись любопытству, вы рискуете быть втянутыми в сомнительное и долгосрочное предприятие. А надо ли? Лев. Сегодня следует доверять первому впечатлению. Это и будет наиболее близким к идеалу вариантам. Дева. Сколь бы странным это ни казалось, но работу и удовольствие можно совместить. Что вы сделаете? Удачи! Весы. Ваш горизонт затянут облаками. Не торопитесь их разгонять. Подождите, пока разбегутся сами. Скорпион. Сегодня смело эксплуатируйте ближних. Они будут рады помочь, а если нет, так это их проблемы. Стрелец. Вам необходим простор для деятельности. Если же вход пойдет имеющиеся в наличии пространства, катастрофы не избежать. Козирог. Вы будете пожинать плоды собственной невнимательности. Постарайтесь извлечь урок из случившегося. Водолей. Планируя какие-то дела на день, выбирайте скользящий график. Вам наверняка придется что-то менять. Рыбы. Внимательно прислушивайтесь к тому, что говорит собеседник. Возможно, он старается передать вам важную информацию. Мы продолжаем говорить о 75-летии Великой Победы. И хотя 9 мая и парад на Красной площади уже позади, продолжаем каждую неделю показывать вам сюжеты о ветеранах, чтобы из их уст услышать истории о том тяжелом времени и в очередной раз поблагодарить их за мужество. И такой сюжет из архива телерадиокомпании «Заречный» прямо сейчас в эфире. Всю радость Победы, наверное, может прочувствовать и передать только тот, кто ее собственноручно выковал. Вырвал из цепких фашистских рук. Наш сегодняшний герой всю войну прошел или проплыл на автомобиле-амфибии. Чудо-машина перевозила пехоту и снаряды. Мы же форсировали реки Одер, значит, Буква, Вислу. Ну вот я форсировал, значит, на этом амфибии. Одер быстрый, конечно, течение. Ну, апрель там такое течение было. С наших сколько амфибий погибло. Но винт-то замотает и все, и туда по течению ее несет. А там немцы поймают и все с машины, с пехотой. Мы же пехоту первопроводили ночью, плацдарм, чтобы взять. Там палит он оттуда. И со всех орудий палит. С миномета особенно страшно. Мы, например, вот у реки не форсировали, мы по тылам, как Чапаев, знаете, в фильме видели. С пулеметом раз поедет, да и мы так же. Нам приходит старшина, значит, и говорит, в ночь пойдет на трое суток. Вот вам сухой паек. Сухой паек на трое суток. Консервы американские. И как? Вот это чудо. Американская тушенка. Ма-а-а, прямо аж прекрасно. Молодцы. И они в то время нам подкидывали. И американские вот эти лодки, амфибии у нашей же не были, на бревнах форсировали. Я задала вопрос, всегда ли испытываешь страх, когда переходишь линию фронта? Ведь знаешь, обратно можешь не вернуться. На это фронтовик только рассмеялся. И когда там страшится? Там некогда. Когда уж там, там некогда бояться. Первое время так сиденье подушкой, подушкой прикрываешься, вроде одной стороны. Чего там закрылся, ухо болит. На фронт Михаил Васильевич ушел с 17-летним мальчишкой, подправив дату рождения в документах. Был ли у него выбор? Да, наверное, нет. Отца взяли, я еще в 42-м возил ему сухарики. Я здесь, тут, в этом городе давно, в землянках был. Вон селикстанция была. И чемодановка. Ага, и туда, да? И все. Не туда, а тут они, землянки были. Землянки и бочки. Двухсот литровые, обогревались, и вот солдаты, и даже меня прятали. Я привозил сухарики отцу. Раз командир идет за бочку, меня там, понятно, даже и это привезти сухарик. Тут тогда был голодок, умирали люди, гибли. Убили, когда отца начал, пришел его двоюродный брат с фронта, раненый в военкомате он. Я и домой к нему, убили отца, тебя грохну, ну куда ты? Он меня отправил в Ломов учиться на шофера. Угу. От военкомата. И я там потом отучился, и меня в Бессоновку, в Бессоновку автполк был. Трехъярусные нары деревянные, значит, там соломенные матрасы, сурарь рядом, вот там старшина, как вы, обмотки, значит, это обмотка. Одну замотаешь, не успеваешь, понятно, одну в карман, он выйдет. Старшина по ряду смотрит, у тебя обмотка нет, значит, идешь в ночь таскать воду. В наряд все, вешенье в наряде, в рубашках, в нательных рубашках, без гимнастерков, выйдем в колотку, кто-нибудь, старшина, ну, холодно, давай ходим в гимнастерках, кругом в казармарш, снять нательное белье. Вот докаркался. И, ну, суру, бегом. Ребята крепкие были все-таки тоже. Никак. Ну, сейчас буду тут же, около колодца, кит-тебарасом. О, Господи, обольюшись, гильдубовый. Ой-ой-ой-ой. А потом на гупахт попал, и хорошо. И нас, из гупахт, пять или шесть человек там на гупахт были. И всех таких штрафников, значит, посадили, типа, в этот вагон, в телячий. Значит, и сюда, в Пензу. А тут уже в другой вагон, тут уж дали нам и печку дали. А тут печку, знали, накидали, накидали треску в угол вот такую, вот. Мороженое, значит, а я до сих пор ее не могу есть. Наелся, да? Да, наел. Любую рыбу ем на утреску. На войне любой человек, как на ладони. Все пороки и доблести словно под увеличительным стеклом. Казалось бы, ясно, ежели отсиживался за спинами товарищей, стыд и позор тебе. А совершил подвиг, получай награду. В ответ Михаил Васильевич только грустно качает головой. На фронте ведь уже много. Тебе пообещают, другому дадут. Первую польскую армию, понятно, поляк переправляли в лоб Паршаве. Вот он лейтенанта ранили, я его отвез, значит, медсанчасть в этом. А ротный сказал, вот, ты последний поплывешь, значит, с поляким, с этими. А поляки, они пока в костел пошли, пока молиться пошли, до рассвета дотянули. Лоб Паршаве, там помогут, значит, вам поляки. У меня партизаны, не какие вы поляки, там партизаны. Ну и что, разгрохал он нас всех. Я и последний, и то машину потопил, которых выловили, которых нет. И то заед польский, значит, наградил крест польский. А мне ребята говорили, а твой крест получил, знаешь кто, на чхим. Я говорю, ну ему надо, у него противогазы все. После окончания войны Михаил Васильевич остался в Германии. Работал водителем у высоких военных чинов в городах Песник и Гота. Вот тогда-то и узнал немцев по-настоящему. Не бесчеловечных садистов-фашистов, а нормальных людей, также пострадавших от гитлеровского режима. Шофера ведь немцы даже были. Да? Да, проверенные они там, тельмановцы были, проверенные всеми костями. Народ такой честный, культурный. Ходили. Вот я на квартире был, когда чекиста подполковника особо возил. У нас на квартире, у меня парабелом мешочек, вот такой патрон к нему под подушкой. А вот она убирается, еще рассыпет, их соберет туда немка, значит. Замуж выходит дочь. А дочь у этой хозяйки, казачок подполковник, вот до сих пор помню, казачок, фамилия его было. Я говорю, можно мне присутствовать, как у немцев, значит, там, ну, свои-то пацаны бегали по свадьбам в деревнях. И как у них свадьба-то у немцев? Ну, как у нас обычно? Да нету, нет, они дома просто посидели и все. Во всем экономно, вот поэтому это же экономия, домашняя экономия, и она и в государстве ведь так идет, а у нас где же? Так, ко мне вот сейчас приди, я сейчас сразу в холодильник, бац, хоп, в ветеранской, это, у меня духовка, она старше меня, картошку мою, даже щеткой такой ее, знаешь, все выковыривает, и туда 15-20 минут, она готова у меня, вот, печеная, о, ребята, значит. Ну, это слюд, по секунду. Да, ребята, значит, там, ну, я не уж, как-то, хочешь печеной картошки, ну, давайте пока, туда-сюда и 20 минут уже. Да, жизнь гораздо короче настоящей фронтовой дружбы. У меня не было молодости, говорит Михаил Васильевич. Зато были настоящие товарищи, добавляем мы. Я на квартире, но часто у немцев жил. Ну, они хорошие. Рядом со мной подполковник Сломова, мой друзья, был шофер, у него саратовская венка, Жуков, маленький, шустрый. И так вот мы не встретились, вот оно ведь как вот бывает, рядом ведь. Разговор с ветераном продолжался еще долго. Мы попрощались с Михаилом Васильевичем и проводили его до машины. Не амфибии. Конечно, реки Нива не бороздит, но подруга тоже надежная. На рыбалку доставляет исправно. До встречи! До свидания! А сейчас на очереди рубрика «Лайфхак». Будем заниматься декором. Благодаря этим советам вы сможете самый вкусный торт сделать еще и самым красивым. Берите листочек и записывайте. Приготовили что-нибудь вкусненькое, теперь надо это украсить. Можно сделать с помощью вилки отверстие в пакете и выдавить цветной крем на торт таким образом. Добавим маршмеллоу, получится очаровательный монстр. Теперь выливаем на торт разноцветную глазурь, вот так. Получается очень красиво. Можно в качестве декора использовать и белый шоколад. А если совсем просто, то добавьте взбитые сливки и ягоды таким образом. Запоминайте, точно пригодится. Как правильно написать слово на показ? Слитно или раздельно? Все зависит от значения слова. Если речь идет о действии для создания впечатления, для виду, то писать следует слитно. Ты все делаешь на показ. Если же имеется в виду сам процесс демонстрации чего-либо, пишем раздельно. Он пришел на показ мод. Что произойдет в дождливую и ветреннюю погоду с обыкновенным зонтом? Намокнет и улетит, скажете вы. И будете правы. Но бывают и необычные случаи. Такие, как в следующем выпуске рубрики «Вот это да». Вот посмотрите сами. Напоминаю, на календаре 14 июля, вторник. На летние кузминки не только работали, да варенье варили. Успевали в этот день деревенские женщины устроить и пир горой и отдохнуть. Застолье сопровождалось песнями, обменом полезными советами и задушевными разговорами. Так что, если кто пояг до сегодня не ходок, вот еще один вариант на вечер. А я с вами на этом прощаюсь. До скорой встречи на телеканале «Заречный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин